Стрим, стрим рекордер, опен, карта, ну всё вроде. Так, игроки договариваются, думают рэндом игры или выбирать армии. Руиз зашёл под своим каким-то кланом, Свет Руиз, сладкий Руиз, против русского Гаттуза. Так, 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 что-то у нас задумался Андрюха, уж не отвалился ли он, нет вроде тут, Аркадыч Вуа Вуа Вуа, что ещё тут у нас есть онлайн, Ермак, ну да чё, чё, чё задумались-то? Сори, 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 Гаттузыч отлучался, ага, махнул 100 грамм Гаттузыч и готов к бою. Да, соглашается на рэндом армии, выбирает цвет розовый, Гаттузыч у нас давно готов, он ничего не выбирает. И, как говорит Гаттузыч, хладнокровно готовится к бою. Так, Фан-7. Эх, кашель замучил меня. Вот у нас интересное такое китайское противостояние предстоит. Ядерный китайчик в руках Руиза против танчиков Гаттуза. Наверное, мы увидим двухлычковые батл-мастеры, ликсы и, возможно, ещё что-то. Так, не посмотрел я, видит интересно, армия или нет. Наверное, видит, потому что у меня стоит рэндом баланс. Он не написал ничего, не ругался, Гентул, значит, они знают всё это дело прекрасно. И разбегают по краям карты, стандартные, наверное, два завода пойдут. Что тут, что интересного нам могут показать игроки? Эх, рутники, рутники, сказываются. Так, два заводика вот тут грамотно прикрыл. Саплайку справа Гаттуза. Руиз как поставил у нас? Руиз только-только достроил и, видимо, тоже почти прикрыл саплайку заводом. Саплайки стоят тоже грамотно, хотя саплитраки двигаются, но в целом всё удовлетворительно. Посмотрим, какие первые юниты построят игроки. Вот Дракоша, видимо, Руиз думал, что... Ну, не думал, предполагая, что Гаттуза мог пойти в центр, запереть там всё ракетчиками и, на всякий случай, выпускать Дракошу. Он может хоть сжечь реактор, выпускаутил всё тут и вычислил что-нибудь. И на этот случай Гаттузыч направляет АОшку у нас. А, у него оба юнита первые АОшки, видимо. Ну да, от батлмастеров ядерных перехватывать, их самое то, это АОшки. Вот Дракона как раз перехватывает батлмастер, прижимается ядерный танчик у нас. И, и, и сейчас АОшку умрёт, а батлмастер выживает огненный. И прорывается там, ох, тут вовремя реагирует Руиз. Теренаправляет. Вот тут вот у нас ещё битва идёт. Батлмастер быстрее, чем мы смотрим, ребята. Останавливает ядерный батлмастер. Вот тут давка идёт, давка, давка, давка. Ну, тут батлмастер, наверное, убьёт Гатлинг, какой бы он сильно ни был. Тут застряла АОшка, проснулась у Гаттузыча. И потихоньку вытесняет, вытесняет. Уходит в пропаганду центр у нас Гаттуза. Отгоняет сапли траки, останавливается добыча. Один сапли трак умирает. Сейчас у нас Гатлинг остановит вот это всё безобразие. И тоже уходит в пропаганду у нас Руиз. Но вот тут уже наседают бравые ребята. Сюда бы, конечно, Гатлу по одной Гатле, чтобы отсечь злых ракетчиков. Но пока ничего не видно, никого нет. Вот они справа отгоняют батлмастеры. По центру у нас без ракетчиков. Начинает грызть реактор батлмастеры. Достраивается пропаганда центр у Гаттуза. Готов уже барак. Наверное, лосиха тут спешно переодевается. Полевой костюмчик, светохаки. Сейчас побежит захватывать качалку. Гатлинги тут между собой. Не могут поделить. Умирает вычковый Гатлинг. Но от возмездия не уходят. Танчики, танчики. Вот танчики у нас всё подобрались. Начинает пилить завод. Четыре танчика против двух АОшек. Наверное, не успеет выйти подмога. Не успевает. Ну, тут количество он берёт Гаттузыч. Наверное, не надо было их пропаганду по-ранжу как-то надо. Честно говоря, даже не понял, как тут проиграл Руиз. Просто бас-бас. И преимущество перешло Гаттуза. Как-то, наверное, зря он построил дракошу Руиз у нас. Надо было сразу рашить Батвумастерами. Как его сапли-траки. Ну, тут пытается у нас Руиз. Преимущество уже как бы потеряно у него. Сейчас Гатлинги развируются с ракетчиками. Микрит у нас Гаттуза. Забыл он сапли-траки свои тут всё. Хотя нечем отдвиться. Можно было, конечно, построить минчики. Наверное, не попадётся на это дело. Выходит первый ядерный Оверлорд у нас. Так, Лосиха уже бежит к другой вышке. Идёт центр Гаттуза. Он уже готовится к батл-мастерам. Построил три Три Эмми-танк. Танчики в калисе трёх штук и ядерный Зря Оверлорд выехал. Он сейчас всё. ГГ и ПП. ГГ-ПП. Первая игра остаётся за Гаттуза. Вполне ожидаем победы, хотя матча был довольно-таки сбалансированный, я считаю. Шансы из Ютан Гюнюка. Итак, посмотрим. Посмотрим, что у нас получится во второй игре. Сначала карту наверное выберет Руиз. Посмотрим, что за карта. Так, всем привет ещё раз. Напоминаю, что тем, кто только-только присоединился, мы смотрим противостояние Гаттуза против Руиза в рамках Кубка пятого сезона турнира Лиги Ченералз ZH.RU. Вторая игра. Опять берут походу рэнум армии. Спрашивают армии, да, какую-нибудь карту говорить, поставь Руиз. Какую-нибудь. Давайте вот эту. любимая карта Кристаллыча. Ну, соглашаются ребята. Have fun. Мне почему-то стало нравится эта карта. Не знаю, сегодня вот сыграл отличную игру, там Чина против Нюка. Выложу попозже. Чем-то, чем-то она вот заманивает. Опять у нас нюк. Он нюк мирор. Прямо сегодня китайский день. День Гаттуза. Мне не везет Руизу. Но, как говорится, в тяжелых битвах закаляется дуло китайского танка. Посмотрим, посмотрим, что у нас тут. Задумали игроки на эту карту. Вот тут беспомощно катается дозер Гаттуза. Не знает, он вернее знает, что надо ехать вот сюда, на этот островок. Но он туда не едет. Обычно Кристаллыч любит первым же дозером даже не строя реактор туда береть. Тут игроки предпочитают. Видимо, они мало играли на этой карте. Не знает всю важность вот этого клочка суши. Руис вообще не торопится. Воткнул барак прямо посреди своей базы мейна. И уходят ликсы оба игрока. Возможно, тут будет что-то что-то такое эдакое. Ликсовые воздушные бои. И втыкает завод и барак одновременно Гатузович планирует использовать оба производственных знания. Одному известным пока только ему назначением. Видимо, пойдут и ракетчики захвачить. А, тут ракетчик у нас займут бункерочки. Отсюда сейчас дракоша пойдет полить всех подряд выпиливать возможных ракетчиков Руиза. А, Руиз пока не готов к этому противостоянию. идет в центр. Забил он на эти три вышки пока. Хотя нет, вместо дракоши вышел батлмастер у нас. Видимо, тут увидел, что тут никого нет. Решил не размениваться на медленный драконский танк огненный. А, тем временем у нас Руизовский Ликс поспевает быстрее. Сейчас посмотрим, выйдет отсюда. Нет, не вышел Гатлинг. Отбивается, умирает часть ракетчиков. Умирает сейчас Ликс у нас. Тозер. Надо валить срочно завод. Кружит, кружит вокруг завода у нас Руиз. Все грамотно делает. Не садятся ракетчики. Теперь можно потихоньку валить. Можно было Ликс, но опять грамотно все делает Руиз. Он едет на базу. Сейчас умрет второй Дозер. И это будет ГГ. 1-1. Я думаю, уже сейчас можно поздравлять Руиза с первой победой. Гаттуза у него Ликс уже мертвый. Он уже ничего не сделает. Единственный танчик ползет на базу Руиза. Тем временем завод там уже достраивается. Вроде бы все грамотно сделал Гаттуза. Но как вы видите тут существуют и другие варианты игры на этой карте. Ха! Тут умудрился как-то Гаттуза подбить. умудрился как-то подбить Ликс хотя сам свалился показывать чудеса микро напоследок Гаттузач. Тут я думаю уже ничего не светит Гаттузу потому что нет у него сколько зданий осталось у него два здания реактор и барак сейчас он попробует захватить эти вышки но это ничего уже не даст фактически игра сделана теперь просто идет так сказать промывание мозгов телезрителей в исполнении Гаттуза он тянет тянет шоу за что ему отдельное спасибо низкий поклон валит саппли траки тут приехал на грузовичке рабочий у нас зырит как танчик расстреливает конкурентов и у нас второй ликс сейчас полетит полетит убивать оставшиеся два здания Гаттуза пехота не торопится у него нет денег захват только только выучен летит у нас где он летит вот он летит ликс дозер у нас у Руиза выжил заныкался вот сюда у нас левый угол идет атака финальная от Руиза сейчас я мудочку прибавлю было интересно смотреть ги ги это Гаттуза и это 1 1 1 1 2 это когда играет дво дни ворота это всегда интересно равным противостоянием красиво получилась игра я считаю частью Из-за того, что карта такая не совсем популярная, редко ее берут. Сейчас карту выбираем оттуда. Посмотрим, что он захочет, какую карту. А мы пока не я. Посмотрим тоже, какой картой. Так, громко. Так, громко. Давай прибавим. Какую еще интересную карту можно подкинуть? Малорик хвалит Гатузыч Руиза. Хорошее БО. Так, северную. Видимо, чувствуется, что это любимая карта Гатузыча. Северная Америка. Да, мне тут тоже нравится эта карта. Тоже она такая своеобразная. Как сейчас, музычку убавил? Нормально, нет? Так, и у нас Птица Счастья поворачивается задан к Руизу. Или передом я. Какая сторона у Птицы Счастья счастливая? Не помню, если честно. Короче говоря, Айр у Руиза. И лазерный генерал у Гатуза. Скажем честно, тут, конечно, у Гатуза мало шансов. Это всякие сайзы могут валить Айров. Но посмотрим, может, какой-то в рукаве он заготовил козырный туз. Секрет Билд Ордер, который покажет нам, как противостоять Айру. А пока Руиз едет дозером на верхний правый суплай. Гатуза направил дозер на левый. У нас барак готов. А Руиз строит завод. Видимо, чтобы отбиваться от этих ракетчиков медичкой или хамером. Ну, конечно, хамером. Потому что адские чинуки возьмут на тебя весь урон. И дозер подъехал поближе. Видимо, будет какой-то второй дробь или что-то еще. Построен второй сад и центр. Облетает... Подлетают туда Гатузовские ракетчики. Начинают обстреливать чинок. Уводят все вовремя. Руиз делает дозер, правда, забыл. Уже бегут правые ребята. Сейчас чинуки пригодятся. Еще ближе, еще ближе. Один чинок пока не справится. Вот второй. Ну и тут... Хотя нет, умудрился, не до контроля чинуки у нас. Руиз умирает. Первый ракетчик и лидер второй дробь у нас. Прямо за дозером он сядет. Не видит это, видимо, Руиз. Чинуки, чинуки, чинуки отражает. Урон здесь поглощает. Умирает один у нас чинок на базе. Тут целых шесть ракетчиков у нас. Надо все быстрее делать Руизу, потому что иначе он не справится с этим. Таким количеством. Умер один чинок. Второй сейчас ляжет. У нас тут Хаммер. Хаммер благополучно отбил все. А тем временем экономике Гатузы ничего пока не угрожает. Потому что вся атака, первая атака пошла от него. Видимо, билд ордер с бараком начальным все-таки более агрессивные, более успешные, скажем так, по части напрягания противника. Потому что, как мы видим, Гатуза получилась напрячь Руиза и на сейф-сап-лайке, и на основной. А Руиз пока еще никак не напряг Гатузовские ресурсы, чинуки, базу. Хотя у нас еще Руиз с командами не продал. Возможно, это сказалось. Можно было построить лишний Хаммер или кто-то в барак воткнуть защитный. Посмотрим, что дальше будет. Первый раш, так сказать. Начало боя осталось за Гатуза. Осталось закрепить успех. Денег. Все нормально. Все вложим на военные силы. Руиз продал свою вторую сап-лайку. Живет с одной. И сейчас посмотрим, что он будет делать дальше. Наверное, Ким Краптор построит. По-моему, Ким Краптор отражает лучший урон от ракетчиков. Тут идет атака у нас на реактор. Вот уже ползет у нас тяжелый Авенжер. Авенжер отбить Руизу нечем. Потому что... Потому что... Потому... Нужны тут ракетчики. Ким Крапторов надо много. Три Хаммера. И вот умудряется. Скажу я вам в лиге. У нас в лиге интересная вообще ситуация сложилась с этим матчапом. Айры, по-моему, больше проигрывают у нас про лига, чем выигрывают. Видимо, игроки автоматически расслабляют, когда видят такой расклад. Выиграл я Айра Л26. Потом меня выиграл Файр Крекер, по-моему. А, нет, тот же Руиз, по-моему, выиграл моего Айра тоже лазером. И теперь у нас Гатуза выигрывает лазером Айра Руиза. Получается, на карте Северная Америка. Ди Ди Ди. Ре. Конечно же будет Ре, потому что у нас идет 2 стенд до 3 побед. И 2-1 становится счет в пользу Гатуза. Возможно, сейчас мы увидим финальную битву. А может быть, Руизу снова получится взять птицу счастья за хвост. Не в том смысле, что он опять выпадет в удачной армии, которой он проиграет. А то, что он сравняет счет. Карту выбирает Руиз. Четвертая игра. Застрял у нас. Кран загрузки. Так, ну что он у нас уничтожен. В принципе, убитые одинаковое количество юнитов. И строят по 11. Потерян у Руиз на одну больше. Ну вот, как вы сами все видели, сказался именно первоначальный раш. Так, я создаю дальше. Четвертая игра. Карту ладно, подождем. Что скажут? Может, Элпайн, Этсалт. На какой карте еще не играли-то? Вот эту мне очень хочется поставить, но, наверное, не согласятся на эту карту. Файнал Круссейд. Так. Давайте втихаря так поставим. Какой фейл сокрушается Руиз, то, наверное, сдают нервишки. Что-то вот не втихаря все согласились. Неужели на этой карте будут играть? Вот так. Давайте сыграем. По-моему, все карты разрешены у нас на турнире. Ух ты. Первая игра. Внимание, внимание. Впервые карта на этой игре. А он никто не играл. И снова Айр выпадает Руиза против стелса Гаттуза. Очень интересный матчап. Посмотрим, будет ли бункироваться у нас Гаттуза и как выкрутиться из этой ситуации Руиз. Почему-то мне нравится играть в последнее время на этой карте. Бункериться по страшному. Не знаю, что за старческий маразм. И вот теперь у нас Руиз и Гаттуза попробуют испробовать на себе все прелести этой карты, которая, напомню, поперёк перерезает бурная речка. Всего два мостика. Ну, три. Условно, три мостика. По две нефтевышки у нас. По краям, по одной. С другой стороны. Две соплайки, как на ТДшке рядом. Как многие считают, рай неземной для всяких галашных рас. Сторон. Но я вам скажу по секрету. Играл я с хорошими игроками. В ЛАшкин против других Китаях и Америкосов. Весьма неплохо чувствуют себя и другие минералы на этой карте. Не продаёт командник. Идёт вот Аплай Руиз. Ставит первого рабочего, который пытался задержать тихаря. И вот основная угроза остаётся с стороны Гаттуза для Руиза снизу. Он, наверное, здесь Фаербейс сейчас воткнёт. Подсвечивает его. Не вижу я. Дрончик, видимо, сканом простым. Куда бросил дрон, я не вижу. Так, где дрончик? Ну да, бокси. Захват пока никто не ведёт. Вылез, вылезла первая техничка. Сейчас она вот пойдёт в атаку. Ох, тут не прикрыт у нас дозер. Сейчас произойдёт захват. Прорывается техничка. Всё, дозер, дозер умирает. Умрёт дозер. Ракетчики у нас. Где второй дозер? Надо достроить срочно Фаербейс. Техничка выживает. Берёт лычку, умирает. Ханли теряется у нас. Надо срочно долечить. Где у нас дозер? Вот он, напомнился дозер. Сейчас поедет строить. Денег у нас, в принципе, нормально. Подлечиваются Ханли. Опять садится в голос. Тут у нас собирают нормально 4 рабочих. Один простаивает, друг оттуда. Отстроим нас, наконец-то. Фаербейс. Сейчас, наверное, будет рульс бунквериться. Успел воткнуть реактор. Барак не сделал. Чё бы, барак для полного счастья американский. Идёт в атаку простыми ракетчиками. Видит, что Фаербейс застроен. Понимаете, бессмысленно не затеет и атаки отступает. В итоге бункериться вместо ГАЛа у нас тут Америка. Хотя, Америку как раз, наверное, есть смысл бункериться, потому что потом будет страцентр. Можно задропать. Чему-то не отступает. Вот тут кто-то стоит, стреляет в квадов. Не отъезжает хамвеями. Теряет два хамвея. И, по-моему, отбивается. Да, достраивается. Фаербейс вовремя. Отбивается у нас Гатузыч. Теряется тут хамвея. Опять Лычку подобрал техничка. У нас ещё не захвачены, не захвачены ещё, всё ещё, нефтевышки. Теперь, да, аэродром вот как раз нужен, только хотел сказать, потому что, ну, ура, зачищают эти все норы. Авиация, будь то Кинкраптеры или стелс-бомбардировщики. Вот тут останавливается через лазер-лок. Сейчас захват, наверное, предотвратится, но и двух хамвеев. Так, ну, всё-таки вышку захватил Гатузыч. Не успевает засадить своих ракетчиков у нас Руиз. Умирает себя. А, нет, успел. Но часть всё-таки подавилась техничкой. Теперь произойдёт размен. Быстренько разрушить вот этот... Как это в этом здании называется? Короче говоря, всех, кто завалил Гатуза. Теперь, наверное, да, строится у него дворец. Не захватил свои вышки, всё ещё тянет Руиз. Он вложился в разные типы производственных зданий. Вот Кинкраптер готов. Надо ему уже как-то форсировать события. Возможно, тропать, чтобы убить завод. Потому что потом будет ему тяжело отбить все возможные типы этих. Захватил даже на чужой территорию у нас Гатузыч. От денег не страдает. Решил убрать пока вот этот Фаербейс у нас. И не только Фаербейс. И Хамбейс один захватил с собой. И четыре, сколько я, да. Четыре квада в отмен на это. Неплохой размен. Есть ситуация, складывал в пользу Айра. Тут, по-моему, потихоньку встал вперёд своё. Бесяковую дропу перерывался на чужую сторону Руиз. Но слишком, слишком мало Хаммеров тут. Слишком мало Хаммеров. Тем более нет сверченого строя. Легко останавливает всё это дело Гатуза. Тем более ножки у него невидимые. Строится уже Блэк Маркет. Сейчас с двух заводов пойдёт штамповка. Булгиев, как любит сезон говорить. Надо было, конечно, вот эту норку убрать. Зачем построил Ким Краптер, если не пользуется? Можно было спокойно. И нефтевышки или уничтожать, или захватывать. Нагло Рабик ползёт. Ким Краптер зачем-то выкусил все снаряды в него. Видимо, на охрану поставил. Забыл про них. Пешей прогулкой у нас направили, строим ракетчики. Сейчас Ким Краптер бы пригодился отбить. Отбивать зал. Идёт, ползёт вот такая армада. Впереди ракетчики прикрывают. Баги тут постреливают. Апгрейд уже готов. Вот не факт, придётся Рудвизу. Сейчас повышения ещё нет у него. Перез лазерлок пытается остановить часть. И верстывают тут ракетчики. Направо и налево. Даже вот Ребель откуда-то появился. Отвлекает на себя. Несплохой такой размен произошёл. Холян тут уже подобрался. Все юниты нужные для атаки есть у Гатуза. И, конечно, размен тут по нулям прошёл. Но денег-то больше у Гатуза. Он уже с двух заводов сейчас будет только восстановить. 8 тысяч денег у него. Не успевает дозаказывать армию. А у Руиза заблокированы все производственные, можно сказать, постройки. Тем более тут Калян тут у него шурует. Забыл про него Гатузыч. И вот так полетела ковровка. Видимо, вот сюда. Отменил, по-моему, Black Market. Чуть-чуть левее можно было, чтобы реактор снести. Тут и без всякого реактора быстро штампуют армию Гатузыч. А уж с реактором вообще зверски, наверное. Наконец-то сносит норку. Вылезла два клада. Потихоньку, конечно, вылезла. Захватывают вот эти качалки. Потому что денег явно не хватает. Еще один барак поставить. Оттуда изучить захват. Вот тут у нас аребели побежали к Гатузычке. Построить вейдмаркеты. Надо бы ему, в свою очередь, Гатузычку закреплять оборону. Усиливать бункериться. Потому что, внезапно, амерские ханвей могут перейти в атаку. И умело лавируют между зданиями. В принципе, переломить исход гитлы. Ну, пока еще рано перемалывать, переламывать. Надо еще отбиться от очередной атаки Гатуза. Пока что все в пользу ситуации. Ситуация складывается в его пользу. Очередной налом. Беспорядочно стреляет ракетически. Никакого лазерлока. Хват на крови все-таки покидает Руиза. Вот он рулит самолетами. В принципе, тоже отбивается. Неплохо отбивается Руиз. Вряд ли кто-то другой сделал лучше на его месте. И норка восстановлена. Еще ближе к базе Руиза. С той стороны Гатуза. Теперь вот эти два динкраптора, наверное, снесут медь. Почему-то полетел он на базу зачем-то. Отсвечивает вот норки. Не знаю, зачем это делает Руиз. Хочет, видимо. А, он решил снести реактор все-таки. Ну, в принципе, да. Это должно заметить штамповку юнитов Гатуза. Но, без всякого реактора, два завода это более чем достаточно. Более у Руиза меньше денег. Скоро докачается уже. Вот тут взрывается у нас реактор. Тесничка, видимо, прорвалась. Идет атака с двух сторон. Типичная ГВАшная атака с двух сторон. Тут прокачанный, прокачавшийся клад. Захвачен Хаммер террористом. Вот тут бликует у нас Колян. Кого-то ждет, видимо, хочет подстрелить Кинкрафтер. Но, дождался он лишь Хаммера. Убийцу. Очередной раз погибает Колян. Тут море, море армии готово уже от Гатуза. Почему-то он не всех грузит норку. Предпочитает частичного. Труиз долетался тут все три. Кинкрафтера. У нас теряет он. Идет очередная атака. Тут повышение ползет от Руиза. Куда он его сбросил? А, у него на... Не знаю, что тут было, честно говоря. Короче говоря, не активно его кинул это повышение. Надо было на завод. Идет атака чисто кладами от Гатуза. Вот Бартон вылез, куда-то бежит. Он бы здесь пригодился на Мэйне, честно говоря. И очень похоже, что это 3-1, друзья. Руиз, к сожалению, не смог одолеть Гатуза. Да, возможно, от этой атаки еще отобьется. Руиз, вот, повышение есть у него. Кидает по одному, по одному кладику. Он вычисляет, вычисляет. Зачистку проводит. Но, 2-3-х лучковых клада, это тоже сила. Нет уже завода. Тут, в виде, за секунду буквально выпиливается здание. Это уже чисто такие приколы от Руиза. Пытается заминировать на ходу. И Gigi пишет. Победа ожидаемая. Но и хоть и не без трудностей со стороны Гатуза. Проходит дальше у нас в очередной раз Гатуза вперед. Вы смотрели противостояние Гатуза против Руиза в рамках Кубка 5-го сезона. Кто не успел или не смог начало посмотреть, я обязательно выложу запись. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дойче. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал.